Привет всем! Я недавно открыла новый канал. И девиз моего канала — это «Жизнь — это миг, за него и держись». Это слова из песни Высоцкого, вы все знаете. Это уже такая классика. И дело в том, что это действительно правда. Да, жизнь — это действительно миг. И я вам сейчас докажу это. Я чуть-чуть тут приболела и ездила в поликлинику. Мне назначили процедуры, солевая комната, потом такие упражнения, хожу на такие упражнения для дыхания. И я просто, когда вышла с поликлиники, я ехала на автобусе. И когда я увидела цветущие каштаны, для меня это был шок. Потому что я все время, каждую весну, наблюдаю, как они цветут. Мне очень нравятся вот эти набухшие маслянистые почки. Как вот эти листочки, они такие, как лапки, понимаете, вылазят с этих почек. Потом, как выскакивает вот эта стрелка цветов, как они зацветают. И просто я это пропустила как-то в своей жизни. Ну, конечно, можно найти кучу причин, но это, наверное, не оправдание. И есть такая вот притча. Встречаются два друга. И один у другого спрашивает, ну, как у тебя жизнь? Что у тебя нового? И друг отвечает, да знаешь, вот как-то до пенсии доработал. Да ничего, ну, как-то вот раньше работа, дом. Дом, работа. Ты знаешь, ничего как бы такого нового в моей жизни как бы так и не произошло. И вот друг его спрашивает, а ты видел вот утром, как встает солнце? Друг отвечает, ну, солнце, как солнце встает там, светит утром. Что тут особенного? А ты видел, как распускаются листья на деревьях? Вдруг отвечает, ну, листья как листья. Все лето эти листья там, вот и осенью эти листья. Надоедают уже эти листья. А ты видел, как распускаются вот весенние цветы, нарциссы, тюльпаны, вот луговые цветы, самые первые. Ну, видел там на клумбах цветы. И друг ему отвечает, вот видишь, вот так и жизнь проходит. Ничего ты не заметишь, ничего ты не увидишь. Что все это очень скоротечно. И поэтому, наверное, надо остановиться на миг. Просто посмотреть, что творится вокруг. Что происходит. Мы очень, мы очень спешим жить. Мы очень, понимаете, у нас какие-то проблемы, у нас какие-то дела. У нас дети, семья. У нас нету времени просто побыть наедине с самим собой, с природой. И действительно, вот нужно встать утром. Понимаете, вот у меня, вот, допустим, солнце после обеда. Я ужасно завидую людям, у которых солнце с утра. Понимаете, вот встать и просто сказать солнцу «Привет!» Знаете, с такой силой, с такой энергией. «Привет!» Крикну так вот изо всех сил. Если вы куда-то идете, не мчитесь, вы просто остановитесь, посмотрите, какие деревья. Какое все красивое вокруг, понимаете. И еще я хочу сказать, что сейчас весна, появились первые цветы весенние. Это тюльпаны нарцизы. Если у вас еще жива мать, обязательно купите ей букет нарцизов, цветов. И обязательно придите к ней и подарите. Если она вам спросит, что за праздник, вы скажите, ну, просто наступила весна. Эти весенние цветы для тебя, мама. Позвоните отцу, у кого есть вот отцы, позвоните. Спросите, папа, как ты поживаешь? Что у тебя слышно? Потому что, когда дети лишаются своих родителей, они потом очень жалеют, что они что-то не сделали в этой жизни. Поэтому обязательно сделайте это. И посмотрите, вот я хочу показать, как все вокруг, вот как все позеленело, понимаете. Все резко просто позеленело. Я возвращаюсь домой, я даже не хочу идти домой, потому что так хорошо на улице. У нас, правда, неделю было так прохладно. Ноль было утром, а днем прогревалось до 10 градусов. Сегодня как будто бы потеплело чуть-чуть, но все равно ветер есть. Вот хочу показать свое любимое дерево. Вот это клен. Посмотрите, вот он. Вот видите, в этом сзади меня клен. Клен. И вот такая вот, типа, как площадка. Ну, вот такое мое видео, небольшое. Я не могу тут, знаете, много говорить на этом ветре. Заходите на мой канал. Я вас всех приглашаю. Посмотрите какие-нибудь видео. Ну, я не заставляю, если вы не хотите. Просто я приглашаю. Посмотрите, оцените. И если захотите дружить, подписывайтесь. Будем дружить. Ну, а на этом пока-пока. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok